Здравствуйте, меня зовут Марченко Юрий, я трейдер, управляющий активами. Сегодня вновь в рамках открытого микрофона для брокера Амаркетс мы с вами встречаемся и подводим некоторые итоги, что все-таки реализовалось. Строим, безусловно, идеи на будущее с горизонтом на неделю. Для тех, кто смотрит меня недавно или вообще в первый раз, сообщу, что я не только смотрю какую-то техническую картину, уровни, зоны и так далее, но и очень много времени уделяю фундаментальному фону и фундаментальной составляющей тех-либо иных валютных пар. При этом, безусловно, показываю, как мне кажется, интересные и новые для вас графики, дабы как-то подтвердить свои слова действиями. Я сегодня в рамках этой программы, наверное, выделю три торговые идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают особое внимание. Я, безусловно, ребят, понимаю, что каждый из вас хочет посмотреть свой инструмент и какие-то более приземленные торговые идеи, да, так сказать, по всем-всем-всем инструментам, но этим я занимаюсь в рамках своего канала, в рамках утреннего брифинга каждый день, поэтому дублировать ту же самую информацию я не буду. Сегодня мы с вами посмотрим идеи с горизонтом на неделю, с горизонтом на какой-то инвестиционный срок. И, безусловно, я хочу, чтобы вы понимали, что неделя большая, измениться может все, что угодно. И, так сказать, от тех идей до тех действий, которые можно реализовать, это, на самом деле, может стать некоторая такая большая пропасть. Но давайте начнем с того, что реализовалось. Это покупка евро. Очень неплохо получилось. Идея сработала. Ну и не знаю, как у вас, но у меня и реализация была соответствующая. 1.09.90, 1.09.40, то место, где мы рассматривали как место для покупки. Да, именно туда оттестировалось, именно в тот же самый день, что у нас с вами был открытый микрофон, по-моему, 15-е число. Цель номер 1 была достигнута. И очень точно цель номер 2 была достигнута под закрытие пятничное 1.11.70. Поэтому от души поздравляю всех тех, кто не побоялся реализовать эту идею, реализовал. Ну а почему евро выросло, мы с вами это обсуждали ровно неделю назад. И валютная пара фунт-доллар, которую многие стали бояться, тем более брокеры, уменьшая кредитное плечо, увеличивая спреды, переводя свою торговлю в режим close only. По факту мы говорили, что многое будет зависеть от того, как идет этот Brexit. И получили мы с вами позитив, и получили мы с вами импульс, и получили мы с вами откат, который предполагали в ту же самую зону, и получили мы с вами цель номер 1. Это 1.29 ровно. То есть можно сказать, что идея, на которую мы обращали особое внимание вчера, реализовалась в принципе тоже достаточно точно. Но давайте поговорим теперь от былого к действительному. Что же можно ждать в рамках текущей недели, да и вообще в принципе. Ну начнем с европейской валюты. Выросла, да, выросла классно, круто. Запрыгивать сейчас по тем ценам, которые есть, безусловно, на мой взгляд, это уже, так сказать, поздно, потому что это запрыгивание в движущийся пояс. Но вашему вниманию обращусь на две зоны. 1.11.35, 1.11 ровно, и 1.10.50, 1.09.90. Обе зоны мы с вами рассматриваем как зоны для покупок. Тест может состояться как сюда, так и сюда. Возможно, что ключевым явлением здесь станет решение по процентной ставке в Европейской Центральной Банке, которая состоится, по-моему, в этот четверг. И тот факт, что процентную ставку менять и понижать, безусловно, не будут. Это уже наверняка. Стоит отметить, что программа ЕЦБ, вернее, ЕЦБ запустила программу количественного смягчения, который стартует с 1 ноября, остался совсем немножечко в объеме, 20 миллиардов евро. На самом деле, это небольшие деньги. И вот тут очень важно услышать или не услышать от регулятора пояснений, будет ли эта программа расширяться, либо не будет. Если мы сами услышим, что программа QE будет не 20 миллиардов, а, например, 30, либо 40, либо и того 60, примерно столько же, сколько и в США, то мы с вами увидим, столкнемся с тем, что европейская валюта завалится на этих новостях и вполне возможно, что тестирует зону 1.1050, 1.0990. При этом я не говорю, что мы с вами обретем какую-то нисходящую тенденцию. Вашему вниманию я показываю такой вот евро short term rates. Это, так можно сказать, бенчмарк от Европейского центрального банка. Индикатор, который вычисляется, так сказать, способом разницы в процентных ставках. Ну, не разница в процентных ставках, а вычисляется процентными ставками, по которым обмениваются в банке валютами. В общем, почитайте описание, здесь ничего страшного. Это абсолютно новые, так сказать, показатели. 2 октября он стартанул. И здесь самая главная отметочка – это минус 0.54,8. Фактически можно, отбросив все описания, сказать, что банки сейчас закладывают в своих валютных операциях именно вот эту процентную ставку. Напомню, что депозитарная процентная ставка в Европейском центральном банке составляет минус 0.5. То есть по состоянию на сейчас, ну, а точнее быть на пятницу, банки торгуются как бы чуть-чуть со снижением. То есть фактически они прайсят, ну, другими словами, закладывают в цену. Еще одно понижение процентной ставки. Ну, скажем так, на 0.05. Безусловно, понижать эту процентную ставку не будут. И, в принципе, это побочное явление запущенного QE. QE объемом в 20 миллиардов. То есть, другими словами, сейчас банки торгуются. И в цену заложено то, что процентная ставка повышаться, понятное дело, не будет. Понижаться не будет. Ну, и программа количественного смягчения останется примерно на уровне 20 миллиардов евро в месяц. Поэтому, что там скажет Марио Драги? Если будет все то же самое, то есть ставка не изменится, программа не увеличивается, не уменьшается, то мы с вами для евро не получим абсолютно ничего нового. И самое хорошее, на что можно будет рассчитывать, это тест в эту зону, ну, так сказать, при прочих ранах, да, и продолжение роста на 1,1190-1,1250. Развернуть существенно тенденцию вниз, на мой взгляд, можно только в том случае, если Европейский Центральный Банк запустит программу количественного смягчения больше, чем она существует в США. А в США она равна примерно, ну, не примерно, а точно 60 миллиардов долларов в месяц. Поэтому, если Марио Драги на своем последнем заседании скажет, что они увеличивают Куе до 60 миллиардов евро в месяц, тогда да, безусловно, мы с вами получим большое снижение, и возможно, это обретется тенденция вниз и прочее, прочее, но это будет шок. Я очень сильно сомневаюсь, что Марио Драги в последнем своем заседании будет это делать, потому что фактически это приговор для всей банковской системы еврозоны, это и приговор для всей евро, и Кристин Лагард, ну, я не знаю, я бы ее на месте при этих же ситуациях сказал бы, Марио Драги, ну тебя в пень, я в такую ситуацию брать под контроль не буду, развернулся бы и ушел. Ну, это, конечно, мои мысли, но тем не менее, что бы ни случилось, там, надо, так сказать, решение, две зоны, откуда, на мой взгляд, можно все еще откупать, просто потому, что ФРС печатает больше денег, чем ЕЦБ, соответственно, все, что вниз для нас, это сами коррекция, все, что вверх, это базовый актив, ну, при прочих равных. Давайте теперь с вами поговорим про валютную пару фунт-доллар, она здесь тоже, наверное, важный, так сказать, момент, на который стоит обращать внимание в рамках этой недели, это же, конечно, Brexit и все, что с ним связано. И тут, читая информацию, поступающую в рынок, читая события, которые происходят в парламенте, откровенно говоря, я вам скажу, что я завидую. Завидую англичанам, завидую в какой-то степени США, когда у них там были споры между США и Китаем. Почему? Потому что такой битвы, таких решений, на самом деле, я никогда не видел, не был свидетелем. Не в той стране, как говорится, живу. Что произошло? На самом деле, в тот момент, когда в субботу, в минувшую субботу все ждали, примет парламент решение новую сделку Brexit, либо не примет, в действительности до этого момента вопросы даже и не дошли. То есть, другими словами, прежде чем разговаривать о новой сделке Brexit, парламент принял решение, что сначала он должен позаботиться о том, что жесткого Brexit не будет. Соответственно, он обязал премьер-министра Бориса Джонсона написать письмо и попросить его о том, чтобы, так сказать, сделка Brexit была отодвинута, была возможность, чтобы ЕС согласовал возможность отодвинуть Brexit, скажем так, до 31 января 2020 года. И приняли эту поправку, и Борис Джонсон обязан был это сделать, и он это сделал. И вот тут вот он, конечно, молодец. Я просто не представляю, чтобы в нашей стране такое было возможно. Вот такая вот битва между премьер-министром и всем правительством страны, и какой-то нижней палаты. Для нас это просто шок. Но, тем не менее, палата, парламент, так сказать, обязал Бориса Джонсона сделать. То есть, фактически, они сделали хитрый шаг. Ну и Борис Джонсон, несмотря на то, что он блондин, сделал тоже очень хитро. Он написал целых три письма, в первом из которых он указал, что у него есть распри с собственным парламентом. Второе письмо, он действительно попросил ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, потому что, ну вот, эта поправка была принята. При этом хочется отметить, что второе письмо он не подписал. И следом, он отправил третье письмо Дональду Туску, так сказать, от себя, в котором попросил не согласовывать отсрочку для Англии. Ход ко нём. Конечно, очень феерично. Непонятно, что происходит и чем это всё закончится, но выглядит всё это как минимум просто забавно. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Что по факту мы имеем? Очень многое будет зависеть от того, что примет ЕС. То есть, если они скажут, окей, Англия, мы с вами дадим вам отсрочку, то это один расклад. Если они последуют письму именно от Бориса Джонсона, личному письму, и скажут, нет, Англия, вы тут нам надоели, давайте-ка решайте там сами, 31 октября, до свидания, со сделкой, без сделкой, ради бога. Если этот момент будет, то мы с вами встретим дикую волатильность. Рынок будет понимать, что осталось там совсем немножечко дней, и вот он, да, вот она тот самый момент. Либо жёстко, либо не жёстко. Но на самом деле, в правительстве Бориса Джонсона есть мнение о том, что ту сделку, сделку новую, сделку Брэкзит, она на самом деле получит своё большинство. То есть, в действительности там нет ничего плохого, и складывается у них впечатление, во всяком случае они об этом публикуют, во всяком случае они об этом говорят, что если дело дойдёт до голосования по Брэкзит, что есть вероятность, и она не маленькая, что в действительности эта сделка удовлетворит большинство, и за неё фактически проголосуют. Поэтому, фактически, за прошлые выходные мы ждали с вами какую-то дикую волатильность, дикие шокирующие новости, но в действительности ничего не произошло. Так и не принимали решение относительно новой сделки Брэкзит, и теперь всё переносится на эту неделю. Два важных момента. Проголосуют по сделке Брэкзит, или не проголосуют, но для этого надо, чтобы начали голосовать, пока этого ещё не утвердено. И второй момент. Согласится ли на продление ЕС, либо не согласится? Ну, здесь, я думаю, что, скорее всего, согласится. Всё-таки Евросоюз тоже не враг себе. Что у нас с вами в ценах? Я здесь выделил для вас две зоны. Это зона Short и зона Buy. Я думаю, всё понятно. И тут очень многое зависит от того, как разрешиться два вот этих момента. Верите вы в фундаментал, либо не верите, но факт остается фактом. Первое. Наперво, хочу обратить ваше внимание на долговой рынок. Это двухлетние долговые бумаги. Здесь они отмечены синим. И я хочу вам показать о том, что они фактически не растут в доходности. И равняются отмечке 1.55. Что это для нас с вами значит? Это для нас с вами значит, что тот рост фунта, во всяком случае, за последние два торговых дня, 17-го, 18-го октября, он был не потому, что фунт, так сказать, дорожал фундаментально. Он происходил потому, что либо доллар дешевел, в принципе, либо фунт затягивали наверх на ожиданиях того, что всё будет хорошо. То есть, неоправданно скупали. В какой-то степени можно говорить о том, что прямо сейчас фунт своей роды перекуплен. Но давайте теперь немножечко попроцентно. Ставка в Англии 0.75. Поэтому, в принципе, выше, чем 0.75 доходность по двухлеткам ну, расти не должна. Соответственно, рост здесь в какой-то степени ограничен. И если действительно в Англии всё будет хорошо, я искренне считаю, что в цену это уже практически заложено. И мы с вами увидим финальный импульс вверх. И вот здесь уже в районе 1.31.35, 1.33.80 можно рассматривать какие-то шортовые сценарии. Хотя бы из предположения, так сказать, на отскок. Предполагая, что да, хорошо, выстрелили вверх, но этого много. И какой-то чисто технический откат состоится. То есть, феерического взлёта, как ракеты, наверное, уже ждать не придётся, потому что большая часть в цену заложена. Если ситуация пойдёт по плохому сценарию, то есть, скажем так, ЕС не пойдёт на продление, а сделка Brexit будет отстой, то мы с вами, безусловно, увидим пробой 1.12.15. Это будет сильное падение для фунта. И мы уже будем с вами рассматривать шортовый сценарий, но я не думаю, что всё произойдёт так. Вполне возможно, что более-менее мы там получим какой-то фундаментал, и может быть, в какой-то степени можно рассматривать на отскок здесь, от покупок. Всё-таки есть предположение, что сделка Brexit будет нормальной. В общем, идеи такие. Либо всё хорошо, и тогда мы видим импульс вверх, и можно на коррекции шортить, либо всё нейтрально, и мы с вами можем увидеть какую-то коррекцию вниз, которую можно откупать, либо всё плохо, и тогда мы видим уверенное падение, и вполне возможно, что это будет серьёзное падение на долгий период, на среднесрочный период. По остальным инструментам, коротко пробежимся, здесь ошибка ничего нового нету. В Канаде я бы выделил новую зону 32-40, 31-70, и оттуда рассматривал бы какой-то шорт, но, честно говоря, о большом падении, если к случаю, достижение таргета номер 2, я бы не рассчитывал. То есть, прям сейчас не полетим, потому что, в целом, ну, долговые бумаги начали спускаться в своём, так сказать, в своих доходностях. Это раз, что фундаментально должно слабеть, на чём фундаментально должен слабеть канадский доллар. Ну и второй момент, мы видим с вами снижение просто на ослабление доллара США. Не знаю, продлится оно или не продлится, ну, как бы уже должно приостанавливаться. Поэтому лучше сценарий, наверное, дождаться какого-то отката, более выгодных цен, и попробовать доехать хотя бы до цели 1,31. Если кто-то шортит уже, находится в коротких позициях по старым нашим идеям, напоминаю, что неделю назад мы тоже с вами шорт рассматривать, то ничего докупать не надо, 31 ждём как цель, и, наверное, лучше в этом плане подзабыть. Доллар японская иена, тоже коротко я пробегусь, здесь у нас основная идея, что мы всё-таки двигаемся вверх, но я думаю, что можно пробовать начинать рассматривать шортовые позиции, выделил диапазон 108,50-108 ровно, как важный, то есть, если цена оказывается ниже него, то мы рассматриваем с вами шортовый сценарий, будет просто прекрасно, если мы какой-то услышим негатив со стороны США, Китая, ну, примерно так. Во франке, тут тоже хочется отметить, что неделю назад просто рассматривали какой-то флэт, но по итогу повылились вниз, и это хорошо. Нового ничего не скажу, движение вниз для нас является основным, ещё раз скажу, хотите внутридневные идеи, как говорится, welcome в брифинг на канал, здесь я не буду повторяться, тем более, что плюс-минус всё одинаково, ну, вот в золоте, да, никаких новых водных данных нету, весь шорох в Англии, что касается США, китайских движух нет, поэтому как рассчитывали на боковик, так и рассчитывали на боковик, что в золоте, что в сентябре, да, мы предполагали аптренд какой-то, ну, имеется в виду, можно рассматривать на длинные позиции, правда, для этого нужно выйти из этого боковика вверх, пока этого не случилось за последние три недели, поэтому говорить о чём-то здесь не приходится, аналогичная ситуация в натуральном газе, вот так тут выглядит боковичок, на который, в принципе, можно обращать внимание, и примерно такая же ситуация находится и вне, нефти, 57.10, 51 ровно, какого-то фундаментального фона, фундаментального подоплёки нету никакой, будем флетить, если ничего нового здесь у нас не получится. S&P 500 рассматривали с вами короткие позиции в прошлый раз, сегодня я бы выделил для вас диапазон 2980-2954, диапазон интересный, потому что здесь были наторгованы объёмы, в принципе, уже первый звоночек того, что мы провалились под вот этот баланс, 1285, но звоночек так себе, да, у коротких позиций, я думаю, можно говорить, по футу пробоя только лишь 2954, до этого момента мы можем подрасти, может быть, даже устроим пробой, который, к слову говоря, может казаться ложным, но здесь я скептически настроен к росту европейской валюты, ой, S&P 500, прошу прощения, значит, много раз уже это пояснял в своих информационных ресурсах, но если говорить коротко, то всё-таки 60 миллиардов долларов в месяц, которые печатают ФРС, он, этот объём способен, чтобы не дать рухнуть системе, во всяком случае, хотя бы по ставкам РИПО, напоминаю, что в конце прошлого месяца было очень много сделок РИПО, то есть, ликвидность, так сказать, впрыскивалась в рынок, что не давало произойти какому-то краху, но надо говорить о том, что РИПО это двухсторонняя сделка, то есть, обратно активы должны выкупаться и, соответственно, где-то к концу октября этот выкуп должен состояться, к тому же, в ноябре будут размещены долговые бумаги, в США в достаточно большом объеме, посмотреть внимательно экономический календарь сегодня, либо там завтра, не помним, в рамках этой недели будет как бы незначительная новость, но все равно она будет проходить строчкой новость об исполнении бюджета США, и вы там можете смотреть, посмотреть, что они закладывают дефицит, у них дефицит в бюджете на самом деле, поэтому, чтобы выровнять этот дефицит, у них в планах в ноябре разместить много долговых бумаг, что в принципе может еще раз напрячь всю банковскую систему, поэтому ФРС со своими 60 миллиардов долларов в месяц, оно фактически способно только лишь поддержать текущее состояние, но никак не разогнать фондовый индекс, ну и к тому же не забываем, что у нас продолжается отчетность в США, и эта неделя тоже будут гиганты, уже такие технологические, там и IBM у нас отчитываются, и в общем, посмотрите, поэтому можем получить какой-то негатив, и о серьезном росте, честно говоря, не говорим, но и о падении, да, только лишь при появлении нормальной инициативы вниз, и еще одна третья идея, которая мне нравится, она такая среднесрочная, хотел бы ее озвучить, это идея к рублю, доллар-рубль наш, который укрепляется, который вот уже на споте составляет 63.76, и я думаю, что это, наверное, все, 63.70, 63.30 long zone, либо buy zone, да, вот так мы выделяем, самая лучшая идея, конечно, это же покупать без плеча, то есть, другими словами, менять рубли на доллары в этом диапазоне с целями хотя бы 64.85, 65.30, объясню почему, дело в том, что наш российский рубль дорожает, потому что у нас фундаментально растет его стоимость долга, индекс РГБ, индекс московских государственных облигаций, ценовой, здесь он отображен синий, он на самом деле штурмует вершины, он сейчас составляет 148 пунктов, это очень много, это исторический хай, это показывает, что нашим государственным долгом очень серьезно, так сказать, интересуется, цены на него растут, доходности по облигациям падает, и здесь топливо, масло в огонь подлила именно Набиулина, которая одно время говорила о том, что банкская система плюс-минус стабилизирована, и мы не видели с вами необходимости понижать процентную ставку, но вот на прошлой неделе под конец она сказала, что мы можем и мы в какой-то степени должны так сказать еще понизить ставку, она объяснила там по-моему все NBC что-то такое сообщила в каком-то информационном агентстве, не знаю, могу напутаться, но не суть в этом. Все происходит молниеносно, и мы сами видим долговые бумаги, доходность долговых бумаг, двухлетние у нас торгуются на уровне 6,2%, трехмесячные торгуются на уровне 6,6%, ну 6,59%, о чем это говорит? Это говорит о том, что рынок уже прайсит, ну то есть закладывает в цену понижение процентной ставки на решение, которое будет тоже на этой неделе. Сейчас, если вы посмотрите в тот же инвестинг, да, либо в любой экономический календарь, вы увидите, что в прогнозе стоит 7% решение Центрального банка РФ, 7% по процентной ставке, но это неправильная информация, эту информацию должны изменить примерно на 6,5%, почему? Потому что это не соответствует действительности, вы видите сами доходности, они торгуются в районе 6,6%, 6,2%, то есть рынок закладывает понижение процентной ставки. Что мы с вами можем увидеть? Мы с вами должны увидеть понижение на полпроцента ключевой ставки ЦБ РФ, и если так, то останется все плюс-минус точно так же, то есть мы с вами можем говорить о том, что рубль где-то здесь и зафиксируется, но если что-то пойдет не так, если понижение состоится на 25 базисных пунктов, или понижение не состоится вообще в принципе, то мы с вами увидим распродажу рубля, распродажу долговых бумаг, и вот этот вот весь долговой пузырь, который пока похож на пузырь, начнет склапываться, склапываться очень быстро, доходности начнут очень быстро расти, и соответственно доллар к рублю полетит куда-то в эту же самую отметку. При этом получается, что? Что эта идея сработает в том случае, если ЦБ РФ не понизит процентную ставку на 0,5%, либо понизит на меньшее значение, либо понизит на 0,5% и начнет свою жесткую риторику двигать. В этом случае мы конечно урастем. Понижать выше, чем на 50 байсных пунктов, либо хотя бы обещать об этом экономически смысла никакого нету, поэтому о дальнейшем серьезном укреплении рубля говорить на самом деле не приходится. Ну вот так тут выглядит на мой взгляд рынок, очень много интересных фундаментальных новостей и событий, которые можно попробовать отыграть у нас с вами есть, поэтому встречаемся через неделю, смотрим что как, где что выстрелило, что изменилось, что не изменилось, следите за событием, следите за доходовцами самостоятельно, сравнивайтесь, если вам это интересно, с теми идеями, которые я тут высказал, ну и потом принимайте торговые решения. И еще раз обращаю ваше внимание, я вам рассказал некоторые торговые идеи, которые можно попробовать реализовать самостоятельно. при этом при этом я очень четко разграничиваю между торговыми идеями и, собственно говоря, сделками, потому что очень много зависит от того, на сколько, с каким объемом вы заходите, ставите вы стопы или не ставите, если ставите куда, с какими рисками и прочее, прочее. Поэтому, как бы то ни было, сработают наши идеи, не сработают, в любом случае, желаю вам успехов, удачи, встречаемся через неделю. Пока.